всем привет у нас суббота и мы с соседкой договорились поехать в одно местечко эти места для нее знакомые для меня не очень посмотрим что она хочет показать конечно места как бы для нас не очень интересные потому что уже как бы мы прошли эту стадию будем смотреть что-то другое так смотрите мы на территории affordable housing это как бы место жительства для бедных людей территория очень красивая но вот дома по сравнению с теми таунхаузами которые предназначены для нормальных людей вот чуть-чуть вот в таком вот состоянии темный покрас серый вот такой вот как бараки ну вот здесь живут люди с низким достатком так скажем здесь можно и купить себе домик не знаю как это называется домик квартира который вот так соединяется между собой стоят они конечно дешевле чем обычные таунхаузы но и сами видите их состояние и все равно люди живут люди согласны на все лишь бы могли платить и жить дешевле не все здесь имеет тысячи чтобы платить и покупать дорогостоящее жилье тут целый городок этих апартментов парковки вот интересно парковки не дают они много парковок я уверена одну-две не больше а тут есть и апартменты и там хауза и даже здесь есть бассейн и есть корты теннисные ну а что сказать не так чтобы было плохо ужасно страшно люди живут потому что дешевле такая вот территория есть домики большие есть домики вот на две семьи вот интересно нам было что здесь где-то там вот там вот бассейн купить такой домик три комнаты до 200 тысяч две комнаты две спальни имеется ввиду сто двадцать цены разные все зависит наверно от прошлого хозяина что у них тут так как и целый городок есть на что посмотреть гонистный горт и на гольф корт называется сидер баскин риж здесь тоже апартменты это другой комьюнити здесь тоже вот эти апартменты тоже для малоимущих но эти лучше выглядят чем те вот это у них вот такой вот бэк ярд можно выходить сюда гулять играть загорать с детками красиво птички поют деревьев много бассейна территории бассейн не чищен или на закрытые за поведа еще зелени много травы место где можно отдохнуть конечно все красиво но я уверена что здесь дорого те апартменты и там хаузы которые не для affordable не для малоимущих корт и теннисные но красота как у всех нормальных домах и нау а мэри лиды бомбардин бедрум здесь стоит сто шестьдесят тысяч вот в этом домике да у нас заливил вам достал windows are the bedroom вот это уже не для affordable не для малоимущих для обычных людей тут уже будет дороже это большая комьюнити но только один билдинг здесь для affordable типа они вот так вот выделяет для таких вот и после этого вы получаете 160 000 или что-то вы получаете это деньги как деньги и вы получаете и вы можете заплатить и купить это в другом доме Тихо, спокойно, поэтому я предпочитаю эту общественность. Таунхаузы здесь есть. Второй этап и первой этап – это только один, для одной семьи. Кому таунхаузы подходят, кому апартменты только нужны, каждый ищет под себя. Есть и вот такие вот порчи на заднем дворе, где можно отдыхать. Ну, короче, и такое жилье здесь есть. Тихо, чисто, убрано, спокойно. Да, деревья красивые тут цветут сейчас. Очень большая территория, полно билдингов, домов. Мы тут ездим, не можем насмотреться. Женщина тоже искала, искала, но она разочаровалась в этом всем. У нее муж работает только летом по уборкам, вот при усадебных участках. Зимой работы нет, и вот они затрудняются взять моргидж. Потому они вот здесь искали, все искали, поняли, что им ничего не подходит, и потому они уезжают в другой штат. Тихо, спокойно. Ну, я вам скажу, это тоже не для всех, может быть, жителей, кто любит тишину. Ну, не все любят тишину такую. Люди, может быть, кто не имеет детей. Хотя, смотрю, дети катаются здесь. Фонтанчик есть какой-то. Дети на великах. The children is here. Значит, можно с детьми. Целый город. Society Hill. Так называется, это комьюнити. Ну, комьюнити это хорошо, но мне кажется, что свой дом иметь намного лучше. Какие-то оазисы. Все хорошо, но я уверена, что с парковкой здесь будут тоже проблемы. Ну, тут вот два билдинга, вот для малоимущих выделили с барского плеча. Детская площадка. Место красивое. Но. Много но, может быть. Все, я приехала и я дома. Конечно, покатушки были длинные такие, и меня прямо укачало в машине. Вроде женщина нормально ездит, спокойно, но я отвыкла ездить рядом в машине, только за рулем. И прямо вот хотелось лечь и отдохнуть от этого всего. Потому на обед у нас пельмени и арбузик. И пельмени у меня будут. Я не знаю, как Степа захочет пельмени. С вот такой вот глазурью. Я уже показывала. Мне понравилось в прошлый раз. И Маше понравилось. Глазурь такая кисловатая. Кто любит с уксусом. Но здесь еще... Я даже не знаю, что здесь есть. Почему она такого цвета написана. Бальзамик Винегар оф Мадена. Или Мадина. Органический. Ну, короче, мне нравится. Немного масла. Немного глазури. Вкусненько. А у меня сегодня варится холодец. Степа захотел. Ну, захотел, значит, будет есть. Свиная рулька и куриного мяса есть немножко. Арбуз, кстати, очень вкусный, спелый, сладкий. Брали мы в Костка. Вот неделю назад только теперь разрезали. Так что, кто здесь, можно брать 7 долларов штука. Ну, все. Холодец готов. Остывает. Закрываем. И завтра будем кушать вкусный, свежий. Все. Вам всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай. 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 Всем хорошего дня. Продолжение следует...